Что висит над городом? В эти выходные жители города и области видели то ли сильный туман, то ли смог. Непонятно, правда, от чего. Некоторые даже считали, что это выброс из каких-либо фабрик и якобы даже чувствовали запах нечистот. Наши корреспонденты узнали у специалистов, что это было на самом деле. Туман голубоватой дымкой ложился на землю, стелился по рекам. Многие были всерьез обеспокоены. Сотрудники гидрометцентра пояснили, что бояться нечего. В нашем городе был даже не туман, а легкая дымка. При тумане видимость едва достигает 500 метров, а в Оренбурге она была в полтора километра. Дымка появилась из-за дождей, которые продолжались три недели. Теперь на смену циклону пришел антициклон, а он отличается нисходящим давлением. Большое количество осадков, накопленная влага, она начинает испаряться под летним солнцем. Но она не может далеко подняться в связи с тем, что вот это давление, высокое давление придавливает ее обратно к земле. Жители Оренбурга боялись, что это очередные химические, а значит и вредные отходы. С этим вопросом они обращались во всевозможные службы. Специалисты поспешили успокоить людей. Наши стационарные посты, которые расположены вокруг города Оренбурга, превышение предельно допустимых ПДК не зафиксировали. Также выезжали передвижные экологические посты по городу Оренбургу. Все в пределах нормы. Кроме того, от жителей поступали заявки о том, что уровень воды в реке Урал сегодня повысился на 40 сантиметров. Специалисты гидрометеоцентра заверили нас, что это не так. Из-за обильных дождей по всей области переполнились два водохранилища, Верхнеуральское и Вагнитогорское. Находятся они выше по Уралу. Из-за этого пришлось сбрасывать воду. Сегодня вода в Вериклинское водохранилище поступала со скоростью 1500 кубов в секунду. Это высокий показатель даже для паводка. Но сбрасывать ее в Урал не будут. Опасаться жителям не стоит.